Наш сегодняшний особенный гость Дмитрий Глуховский. Российские власти считают его иностранным агентом. Дмитрий, да, здравствуйте. А то вы как-то появились и исчезли. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, да, да. Вы же иноагент недавний. Иноагент и уголовник. Свежий иноагент Дмитрий Глуховский. А то нам Шепелин рассказывал, что Дудь очень расстроился, что Шепелин не иноагент, потому что должен быть иноагент. У нас вот в качестве иноагента сегодня Дмитрий Глуховский. Дмитрий, вам известна инициатива Михаила Шацца, Андрея Макаревича о том, что они, и Валерия Славья, с тем, чтобы с них сняли статус иноагентов. Ну, что-то я слышал, на самом деле, такое, да. А вы как считаете, вы не стремитесь к этому, как-то снять с себя этот статус? Он вас не беспокоит? Ну, я не считаю, что какой-то статус, какое-то отношение имеет к Конституции Российской Федерации или к праву, или к защите чести, достоинства. Это же в чистом виде политический инструмент, который предназначен для того, чтобы дискредитировать цитаты любые человека, которого этим клеймом награждают, чтобы вы были вынуждены даже и в шутку оговариваться, и чтобы тем более государственные медиа и все окологосударственные медиа каждый раз говорили иноагенты, 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 иноагенты. Значит, что все, что Гончарь говорит, он говорит, потому что он продался Западу. Больше никакого смысла в этой во всей истории нет. И поэтому я не могу сказать, что я как-то особенно эмоционально все это воспринял. Я понимаю, почему это делается, я понимаю смысл. Мне кажется, люди, которые это придумали, достаточно прозрачно. Ну, что переживать по этому поводу. Но вы, кстати, у себя метку нигде не ставите, я обратила внимание. Ну, потому что это не конституционная история. Давайте еще, может быть, из удавида себе будем нашивать, как в жопу, сами. Продолжение. Егор Бероев так делал, кстати, ну, говорил об этом. Сначала частичные мобилизации в России вырос спрос на литературу о Второй мировой войне и нацистской Германии, пишет коммерсант. О чем нам говорит этот сигнал? Сигнал он говорит о том, что мы перешли из стадии абстрактных фантазий на сему антиутопического государства, во время которых очень популярно было у нас, как мы знаем, произведение Джорджа Орла «1984». В течение 10 лет било все рекорды продаж и опережало с легкостью и Донцова, и Акунина, и кого хочешь. Сейчас мы перешли в очень прагматическую плоскость. Понятно стало, что у нас в стране настоящий фашизм. И хочется аналогий, хочется понять, а как немцы-то жили. Я вот недавно прочитал «Ночь в Лиссабоне» ремарка, такая небольшая и, в общем-то, не самая значительная его вещь. А там удивительно интересное описание нацистской Германии, в которую отправляется уже сбежавший из нее из трудового лагеря, еще из трудового лагеря, герой-немец, антифашист. И вот он возвращается туда, чтобы забрать оттуда свою жену, которую она оставила. И первое, что бросается в глаза читателю из современной России, это что не столько истерическое единодушное одобрение Гитлера и гитлеровцев там описывается, сколько страх, всеобщий страх, чудовищный за свою жизнь, страх обмолвиться, что-то не то сказать, как на себя проявить. И, конечно, наверное, мы все еще не там, потому что у ремарка по улицам немецких городов маршируют штурмовики. И есть больше оснований для этого страха. Мы все еще действуем преимущественно на подкорке, на усвоенном бабушками, дедушками материале. Потому что у нас это движение все еще не обрело какой-то подлинно народный низовой характер. Оно навязывается режимом и бюрократии, и силовыми органами на народ сверху, народу сверху. А народ, ну, в крайнем случае, готов там стукануть на кого-то, да, но строятся в колонны, искренне маршировать по улицам, требуя уничтожения там Украины или НАТО. Люди все-таки у нас очень инертные, да, или, может быть, все-таки у них какое-то человеколюбие, достаточно серьезное у них заложено, или по-прежнему они считают, что мир у мир, вместо того, чтобы все должно гореть в атомном пламени. В общем, тяжеловато заводится русский народ на фашизм, если честно. Но атмосфера страха, которая, безусловно, способствует такому истерическому преклонению перед властью, да, и здесь вот эта вся история с мобилизацией очень в тему интересна, потому что, с одной стороны, казалось бы, мобилизация должна, поскольку теперь это из телевизионного шоу превратилась вся эта война в реальность, и теперь каждому рандомно приходят повестки, и никакие брони не работают, кроме для детей высших чиновников. То есть, казалось бы, теперь война каждого затрагивает, ощущается как реальность. Ну вот это уж, наконец, должно же вызвать какое-то подлинное народное возмущение и гнев. Но на самом деле это может работать и в обратную сторону, может работать так же, как со сталинскими репрессиями, потому что сталинские репрессии, при всем про том, что казалось, что есть какие-то правила, не рассказывал критический анекдот, не делал бессмысленных замечаний. Но, тем не менее, они были достаточно тоже рандомны. То есть, людей забирали, выдергивали просто из жизни без всяких, понятных даже для его соседей, друзей причин. Может быть, по доносу, может быть, по навету, может быть, потому что на работе на кого-то не долго смотрел, может быть, какой-то там чекист или чиновник позавился на твою жену или еще что-то неизвестно, или на квартиру. И люди исчезали. И вот этот вот абсурд и отсутствие логики в репрессиях, и при этом их неумолимости, невозможность никого у этого молоха назад себе отбить, в итоге порождало от ужаса происходящее какое-то преклонение перед системой, от ужаса происходящий чуть ли не религиозный восторг, когда ты встречаешься с таким могущественным и жестоким божеством, которому никак нельзя договориться, логики и правила ты не понимаешь, ты можешь ему только молиться. Думаете, у нас тоже молятся на Путина? Так ты видела этот храм Миноборона? Ну, не на Путина. Нет, храм Миноборона, я, кстати, там побывал не так давно. Это удивительное, конечно, удивительно гротескное и абсурдное доказательство тотального отсутствия вкуса и той каши и галимати, которые происходят в головах людей, должных отвечать за нашу идеологию. То есть вот здесь у тебя храм, чтобы вы понимали, вдруг вы там не были. Храм достаточно мрачный, он такой мрачный, там огромное, как сказать, панно, иконоподобное, посвященное и войне в Афганистане, и Великой Отечественной, и Александру Невскому, и Чуфонцам, и Половцам, и Ченеговым, все. Потому что служки женщины ходят в неком смешении между монашескими рясами и военной формой, то есть, с погончиками. Серьезно? Полуряса, полуформа. А женщина разве служить-то может у нас в вооруженных силах? Ну, женщины, желание, конечно. Ну, не понятно, они служат, служки или они служат. То есть вот так. Снаружи, чтобы вы понимали, прям он стык к этому храму, который на тему смерти, на самом деле, освящен неделю Марии, который про жизнь, а он пришел на Иисусу, который про принятие упокоившихся, то есть это храм смерти. И снаружи при этом там полностью инсценированная такая панорама Сталинградской битвы с подбитыми танками, с противопытными ежами. По ним можно бегать, ходить там полно и так далее, прыгать, лазить. Рядом тир, рядом горка, на которой катаются люди, рядом квас, рядом шашлыки. И все это вот так. То есть ты катишься на сборке, фактически из этого храма выкатываешься, тут же можно пострелять, тут же можно полазать по танкам, тут же шашлыки пахнут гарью, тут же дремят патриотические песни. Мне кажется, это вот то, что происходит в голове у нашего высшего военного руководства, например, и это, конечно, ад. Но это же прохановская такая идея. Это же он придумал вот эту вот эклектику, эклектическую смесь из православия, Сталина в виде иконы и так далее. Так что насчет полиции? Это приводно, честно говоря, и выполнено очень на таком потребном уровне. Это правда. Так на кого молятся-то россияне? Россияне молятся на смерть, в принципе, на возможность не умереть. Не я и Путин лично, да, Путин — это всего лишь там голова Гидра. Но там вот есть государство, которое было всегда, было вечно, от которого можно только спрятаться под корягу и переждать, пока оно бродит по лесу, изрыгая, значит, огонь, пламя, топача, и ты можешь маленькой зверушке спрятаться под корягу и переждать. Собственно, спрятаться под корягу и переждать — это и есть наиболее распространенная стратегия выживания для большинства населения Российской Федерации во все времена. Сделать так, чтобы государство это было неприметимо. Некоторые решают как бы ему идти служить, чтобы себя от него защитить. И, ну, это как такие рыбки-корелепалы, которые за ним плывут и там объедают кусочки человечинки, которые выпадают из его пасти с многими рядами зубов. — Лиза начала вопрос, разговор с того, что интерес к книгам возрос по военной тематике, а к вашим интересам вы не отслеживали? Возрос интерес, потому что все-таки ваши книги сейчас многие воспринимают как такую программу на ближайшие десятилетия. То, что было раньше антиутопией, стало описанием нынешней реальности. — Ты прав, вот этот мнем, что у Глуховского нашли опечатку, на самом деле «Москва-2023». — Ну, вы знаете, я так понимаю, что книжки все еще из продажи, не изъяли по какому-то досадному недоразумению. — Ну, не успеешь, ну что вы торопите? — Куда вы нашли? Вот, и «Метро», и «Пост» пользуются определенной популярностью, да, как говорят. Ну, я, собственно, выложил у себя в Телеграм-канале бесплатно, можно и оттуда их читать. То есть, я считаю, что тексты не то чтобы… Вы знаете, вот когда мне из Киева, из Харькова присылают читатели фотографии или видео, где они там на станциях метро сидят и не могут неделями оттуда выйти на поверхность и говорить, представляете, как в ваших книгах, в отличие от того, что обычно испытывает автор, угадавший случайно развитие событий, предугадавший его, я, конечно, испытываю только ужас, потому что это, помимо всего прочего, говорит о том, что никакие предостережения, предупреждения, намеки, метафоры, ничто не сработало. И, видимо, пока нынешнее наше поколение, я не говорю про 30-летних или 20-летних, я говорю про всех тех, кто, ну, по крайней мере, в разумном состоянии каком-то провёл последние 30 лет, вот пока это поколение не на своей шкуре, не посмотрит и не поймёт, что это такое, что такое отсутствие свободы, что такое бесправие, к чему приводит это, что значит нахождение любого человека во власти 20 лет подряд без замены, какие-то необратимые изменения, это с его душой осуществляет, как с такой практически научной достоверностью, прогнозируемостью авторитарные режимы превращаются в диктатуру, как им перестаёт хватать внутреннего форма и как они начинают лезть к соседям. Это же практически, ну, со всеми режимами происходит и, видимо, наше поколение вот должно не на книжках этому научиться, а понять, что за диктатуру ты платишь как подданной этой диктатуре практически неизбежно. Часто это здоровье, свободы или даже жизнь. И что, если ты не научишься сражаться за свои права, то ты обрекаешь и себя, и своих детей на такое же рабское существование дальше. И даже если казалось, что ты отсрочку какую-то в этом 30-летнюю получаешь, то это только потому, что весь этот режим должен каким-то образом ещё вызреть и дозреть, а он вызрит и дозреет неизбежно, потому что есть логика развития авторитарных режимов. Вообще, в очередной раз Россия преподает миру урок на себе того, как делать нельзя. Дмитрий, вот можно я вас как такого модного писателя там десятых спрошу. Вот меня просто беспокоит несколько дней уже одна мысль, и мне кажется, вы начали об этом говорить, что вот эта вот тяга к фатуму, какой-то к смерти, она как будто бы появилась сейчас. Но у меня такое ощущение, что всё то время, пока мы ходили по красивой, покрашевшей Москве, читали Глуховского, ходили на спектакль Серебренникова, оно всё на самом деле было точно так же, просто мы этого не видели. Вот как вы считаете? Или действительно времена изменились, и только сейчас вот эта тяга к смерти, к какому-то самоуничтожению возникла там у конкретного человека? Вы знаете, у конкретного человека, во-первых, я не вижу никакой тяги к смерти, честно говоря. И мне кажется, это всё просто пускание пыли в глаза, параллельно идут разговоры о полёте на G20, открытии снова веток северного потока и так далее. То есть план далеко идущий, и не стоит думать, что какой-то конкретный человек решил сейчас покончить с собой. Не-не, с нами, с нами. Ну то есть наше будущее, наше настоящее, оно как бы... Что касается русского человека, ну это не русская тяга к смерти. Просто чем хуже жизнь, тем больше тебе есть желание как-то её хотя бы героической своей кончиной осмыслить. Действительно, смерть заставляет ставить последнюю точку и вдруг придаёт даже самой бессмысленной жизни для внешнего зрителя некое кажущееся драматическое звучание. То есть жил как хлоп, как холоп, а вот кинулся с гранаты под танк и так его запомнили. Но это кажется всё равно, потому что на самом деле большая часть абсолютной этих смертей проходит для внешних наблюдателей совершенно незаметно. И из этих десятков тысяч людей, которые погибли с нашей стороны уже на этой бессмысленной, кошмарной войне, большая часть даже не доехала обратно, где-то там лежит в украинских степях, во рвах, неопознанное. И это всё чудовищно и ужасно. И не стоит думать, что это твоё желание какое-то, ну не твоё, а коллективное, или ощущаемое субъективное желание отфлипться с идеей смерти, что это каким-то образом жизни придаст смысл. Это ещё хуже, потому что это очевидно совершенно какая-то бессмысленная кончина жизни, которая имела все шансы в общем стать и свободной, и счастливой и так далее. А как вам кажется, вот та самая русская великая культура, она имеет к этому отношение, если мы вспомним роман Достоевского «Братья Карамазовы», там даже вот эпиграф из Иоанна «Если пшеничное зерно, упадшее в землю, не умрёт, то останется одно, а если умрёт, то принесёт много плода». Вот про ту самую коллективную какую-то душу, про коллективную русскость, что ли. Вы знаете, ну мне кажется, это все вот эти вот коллективные русскости, и все эти, это всё какой-то дугинский бред, честно сказать. И надо понимать, что Дугин совершенно не искренний человек. Дугин – жулик, который просто упивается возможностью, наконец, с такой, в общем, высокой трибуны доносить свой витиеватый и непоследовательный бред до таких широких масс. Потому что он был до этого хулиганом и условно каким-то таким панком, и вдруг его идеи оказались, ну не чтобы востребованы, но есть кто-то, кто готов попытаться манипулировать при помощи этих идей широкими народными массами. И он упивается этой возможностью вещать к толпе, обращаясь, да, как и, собственно, там, хлобыстины и так далее. Но это всё жулики же, они совершенно не искренние, они не верят в то, что говорят. Почему? Почему вы так думаете? Мне кажется, что... И другие вещи интересуют. Ну, а вам не видно, что ли, сами? Дугин как бы не так, чтобы много чего-то нажил. Вам кажется, что ты искренний идиолог? Ну, я не исключаю такого, я прекрасно понимаю, что может быть в голове... Дугин хотя бы как-то он достаточно последовательный. Вот эта вот идея про православие, про то, что Запад индивидуалистский, а у нас вот та самая коллективная душа, он, по-моему, всегда говорил там, начиная с конца 80-х. И идея, кстати, это вполне Достоевская, а вполне христианская, православная конкретно. Ну, а Пердугин совершенно не православный человек. И если вы читали его биографию, вы знаете, что там те вещи, когда он занимался в юности, на московских квартирах, никакого отношения к православию, к православным ритуалам не имеют. Ну, так образумился. Стонизм, я считаю. Ну, ладно, оставим его, в общем, в покое. Так иначе, идеи есть, если там разбирать их, они завиральные, эстетские, и никакого отношения к правде жизни не имеющие. Вообще, во власти сейчас, как бы я бы сказал так, что идеологов там нету. Там есть престарелые оппортунисты, которые всю жизнь свою сознательно провели в попытках набить все карманы, каким-то образом присосавшись к этой кормушке государственной, к этому вымени России, каким-то образом что-то там из него насосать себе. И потом, к старости, понимая, что осталось не так много времени, озаботившиеся смыслами жизни и решившие себе некую историческую миссию придумать на халяву практически, то есть опираясь на ошибочные разведданные. И вот эта попытка осмыслить свою проведенную в мелочном воровстве жизнь, собственно, и есть то, что мы сейчас видим, то, что мы принимаем за их пассионатность. на самом деле нет. Понимаете? То есть и хуже того, эти деды вталкивают в смерть молодых людей, там, 20-летних, 30-летних, 40-летних, подкармливая свои амбиции людоедские жизнями людей, которым еще мы будем жить и жить, понимаете? И которым еще будущее поколение российских детей нужно было бы зачинать и, в общем, рождать. Ну, в общем, ужасно. Я совершенно не верю в искренность этих людей. Единственное, что я верю, это в их проблемы с самооценкой, в их желание прогреметь, прозвучать, чтобы уважали в руках по столу, каблуком по трибуне Организации Объединенных Наций. Это искренняя достаточно мотивация, но она совершенно к никакой идеологии отношений не имеющая. Идеология путанная, отсюда у нас что-то шовинизма, здесь у нас Состоевского, здесь у нас Ильина, здесь у нас Владимир Ленин, тут мы антиколониалисты, тут мы сами колониалисты. Послушайте речь Путина, в общем, в Кремле, когда он объявлял присоединение этих новых четырех образований к Российской Федерации, ну, там часть вообще жесткий ультралевый антиколониализм. Кому в России вообще-то интересно? Это вообще направлено на западную аудиторию, чтобы западные частично интеллектуальные элиты, возможно, от мейнстрима политического отколола. Тут же какие-то мракобесные, гомофобские, ультраправые, фундаменталистские сентенции про родителей 1-1-1-2. Я знаю только одного человека в нашей стране, которому все это интересно, и он нашей страной управляет. Больше я ни от кого это не слышал, тем более, что у него в окружении таких людей, которые родили 1-1-1-2 сами, немало, и которые через суррогатных матерей, в общем, детей себе заболят. Ну и что? То есть это все, это все, бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла, а реально только кровища, которые на фронтах льются. Я периодически мониторю всякие ястребиные телеграм-каналы, и в частности я выцепила там мысль, которая у многих мелькает, что на Западе сейчас многие, наоборот, восхищаются Владимиром Путином, я имею в виду не политиков, а какой-то более-менее бытовой уровень, потому что вот он противостоит Западу, он не боится идти против этой левой повестки, которая на Западе практически везде доминирует, это вот сильный и смелый человек, и поэтому для многих сейчас это кумир. Как думаете, насколько это соответствует действительности? Я считаю, что это очередной псевдопатриотический имперский пиздеж, вот так и скажу вам. Потому что на самом деле есть опросы, которые говорят о том, что у вас там как бы счетчик есть, да? Нет, просто Лиза не держалась. Это еще очевидность и очевидными своими названиями. Значит, что касается этого всего, были опросы, в котором там поддержка действий России с начала войны упала с 30% в Европе до 10%. Действительно, встречаются еще иногда какие-то люди, которые говорят, что Путин молодец, но главная их причина в том, что, ну главная причина в том, что они так говорят, в их собственном антиамериканизме. Просто есть, разумеется, и во Франции, и в Германии, и в Италии люди настроены на антиамериканские, которые считают, что это Франция должна была быть купом мира, а не Америка, или там Германия должна была быть купом мира, а не Америки. И вот они так или иначе к Америке относятся нехорошо. И поскольку их собственное правительство, значит, Америки никакого вызова бросать не собирается, то они мастурбируют на тех в мире, кто это делает, будь то Китай, или будь то Россия, или будь то еще кто-то. Не связано с тем, что Россия молодец. Я не понимаю, что она в стране происходит, что население им очень нищает, живет сейчас в страхе, что воюет бессмысленную войну. Им просто нравится образ какой-то, вот есть такой чел в мире, который не побоялся Америки, не побоялся бросить его. Какой-то образ, не знаю, Джессона Стэтхема из боевика. Может быть, Стивена Сигла, раз мы сегодня говорили. Мне кажется, разница просто режет в глаз. Александр Невский. Но, в общем, повторюсь, все то, то, как Россия вела эту войну, с военными преступлениями, с полными рвами гражданских казненных, бомбардировкой мирных городов, все это от России, отвратило две трети тех, кто до начала войны ее как-то поддерживал. То, что это будут в телеграм-каналах как бы православно-патриотических писать, ну, а что им еще писать? Ну, а тем не менее, есть разные блогеры, включая даже Джордан Питерсон такое неоднозначное видео записал. Вы знаете, как к нему относятся, мол, что есть вот некая война ценностей на Западе гражданская, и Путин, он в нерве этой войны. Работает вот так наша пропаганда, находит каких-то одиноких задротов, которые там что-то сказали. Слушайте, я вот читаю русские новости сейчас, российские. Какие-то там Иван Пупкин заявил, что Макаревич предатель. Пилот Иванович. Ну, это понятно, понятно. Но Питерсон, вот я не знаю, Артик Дебедев говорит, величайший философ. Вытаскивают сонму в каких-то несуществующих персонажей, которых, может быть, тут же все эти тролли на фабрике троллей и конструируют, и придумывают, и фамилию там составляют из названий на пачку кефира и молока, понимаете, и тут же как будто их мнение равнозначно мнению какого-то. Какой-то блогер, в каком-то Америке, какой-то непонятный чел в Твиттере что-то написал, и тут же его масштабируют, цитируют и так далее. Вот факт масштабирования цитаты придает этому значение. Ну, не знаю, мне кажется, что это в принципе сейчас не очень в информационном поле это проходит мимо, но во всяком случае, если не говорить про тех, кто в принципе смотрит первый канал днем и ночью. Ну, кто вообще отнимает на таких экспертов? если мы посмотрим... Это не эксперты, просто это одна из тактик пропаганды, когда доберешь несуществующего человека, его как бы оформляешь, объясняешь, что это ведущий, а он стихстер, он где-то там в какой-нибудь мичиганском местном, не знаю, мичиганского, это многовато, в ТНСС что-то там написал на какой-то местной газете на 4 тысяч человек. Это вот приватно, у нас это увеличивается, под увеличительным стеклом рассматривается, масштабируется, подносится так, как будто это мнение, равное мнению американского эстетичного. Нет. Ну, то есть, зачем вообще играть на руку пропаганды, где-то всерьез как-то рассматривать. Гораздо важнее те фактические действия, которые страны Запада и правительства предпринимают, потому что надо всегда судить в особенности политиков не по словам, а по делам. Если бы наших политиков по словам судили, знаете, мы бы как бы сами не были бы в этой ситуации. Дмитрий, вот можно, опять же, вас как русского писателя спрошу, как вы восприняли, как вообще сегодня нужно воспринимать такие вещи, как, например, снос памятника Пушкину в Киеве? С какими вообще чувствами? Как подходить? Это отдельная страна, на которую мы напали без объявления войны, без причин, которую мы бомбим, жителей, которые мы убиваем, гражданских в том числе, которые героически сопротивляются нам. Мы являемся страной гораздо более могущественной, мощной, многочисленно населённой. Оставьте их в покое. Это всё больше не наше дело. Люди имеют право делать всё, что угодно. Если вы хотите, что как бы не канцлить Пушкина, не канцлите Пушкину в пределах Российской Федерации. Всё, оставьте в покое просто Украину, оставьте её в покое. Дайте им жить своей жизнью, они сами разберутся. Украина управляется сейчас неординарными, талантливыми людьми, которые выставили в тяжелейшей ситуации и сохранили единство государства. И при этом, учитывая обстоятельства, в которых ведётся эта война, максимально сохраняют человеческое лицо. Ну, подожди, а вот... То есть не наша страна с её звереющим режимом, с феней в качестве официального лексикона Министерства иностранных дел и не с наёмниками и головорезами, которые, в общем, подменяют собой официальные структуры, мы будем сейчас учить чему-то в Украине. Была просто ситуация несколько симметричная с картиной Ван Гога, куда экоактивистки с хорошими намерениями плеснули банку томатного супа, но как бы спрашивается, если ты против Нести, при чём здесь Ван Гог? Если ты против российского режима, российской армии, российской федерации как государства, при чём здесь Пушкин? Ещё раз, оставим в покое Украину и предоставим возможность самостоятельно решать свои судьбы. То есть про Англию тоже так, то есть мы не можем Англию тоже обсуждать. Перевод стрелок это тоже метод действия пропаганды, это переключение внимания с той проблемой, которая реально для тебя важна и которая определяет ухудшающийся стремительно образ твоей жизни, когда ты не только начинаешь считать деньги, но ещё боишься выйти из дома, чтобы не получить повестку в военкомат и фактически приглашение на собственную казнь. Почему мы говорим о том, что в Америке негров вешают, если у нас наши беды вовсе с этим не связаны? Ну, Дмитрий, это тоже так, то есть мы не можем вообще здесь обсуждать. Это просто рекоритический приём, который использует пропаганда для того, чтобы заблокировать твой какой-то аргумент. Говорят, а у них? А у них Пушкина то есть вещи есть, которые нельзя обсуждать в России. То есть нам, русским людям, нельзя обсуждать, что там бросили банку в Ван Гога, потому что это отдельная страна Великобритании. Это бессмысленное обсуждение в этом контексте. Если мы хотим разобраться в том, что происходит у нас, мы должны говорить о том, что происходит у нас. Переключение внимания на триггеры какие-то эмоциональные, психологические, которые говорят, подождите, а они? Это просто пресекает разговор по существу о том, в чём проблема России, и в чём проблема как бы нашу режиму, в чём проблема народа, почему у нас так, и почему мы катимся в преисподнюю. Мы не катимся в преисподнюю из-за Ван Гога, мы не катимся в преисподнюю, потому что американцы вторглись в Ирак, мы не катимся в преисподнюю, потому что НАТО бомбило Косово, мы не катимся в преисподнюю, потому что кто-то льёт супом на Ван Гога, понимаете? Это всё не имеет отношения к дискуссии, это всё попытка сказать, что мы не так плохи, потому что есть другие. Что вы хотите сказать этим? Что подождите, но украинцы же не святые. Нет, нет, вообще нет. Я вообще хочу пересмотреть литературу. Это эмоциональная конструкция, которая полагает вот такое ощущение потом. Не важно, что вы хотите последовательно, но люди ощущают, что на них посмотрите. У меня есть немало таких знакомых, которые говорят, что они же напросились. В особенности знакомые, которые не могут выехать за пределы Федерации и вынуждены занимать позиции не все так однозначно, чтобы преодолеть когнитивный диссонанс и объяснить себе свое бездействие. Потому что они напросились. Ну они что, святые, что ли? Да у них президент наркоман. Ну а что мы, как бы о чем? Ну и да, и надо им было себя по сдержанию вести. И, кстати, среди таких людей люди достаточно приличного образовательного уровня, посмотревшие мир и так далее. То есть по большому счету люди просто пытаются договориться сами с собой, преодолеть диссонанс от собственного как бы бездействия. Не хотят ощущать себя трусами от того, что ничего для этого не делают. Не хотят расставаться из зоны комфорта и поэтому не хотят уезжать. И в избежание или в преодолении когнитивного диссонанса своего начинают рассказывать себе или нам, или всем, что на самом деле украинцы сами все это дело спровоцировали. А вы считаете, оставшихся людей в зоне комфорта, что они остались? Вот реально те, кто остались, те, кто там подвергаются репрессиям, риску, посадок, штрафам как минимум за дискредитацию? Нет, я секунду. Есть люди, которые продолжают каким-то образом заявлять свою позицию, вызывают у меня огромное уважение, несмотря на все опасности. Эти люди не остались в зоне комфорта. Однако было немало людей, которые предпочли полностью игнорировать ситуацию, зная о ней и имея весь доступ к ней. И мы не говорим про так называемых простых людей, которые только имеют доступ к Первому каналу и не умеют пользоваться Телеграмом. Мы говорим про средний московский и петербургский класс, которые имели возможность, обладая доступом к информации, хотя бы как-то гуманитарно содействовать этому. То есть я, находясь за границей, не вправе призывать этого не делу к каким-то уличным акциям, потому что сам нельзя сказать, что в полной безопасности, но тем не менее в недосягаемости правоохранительных органов нахожусь. Поэтому он людей на площадь никогда из-за границы не звал. Но есть люди, которые просто... Ну, здесь же платят сейчас деньги, но нормально все. Ну вот в Питер можно сгонять, нормально. Ну там на Патриках рейстики работают, ну, отлично. Что для этого требуется? Для этого требуется просто не притворяться, что нет никакой войны. Что от твоего имени сейчас, в данный момент, Россия, российские военные силы не уничтожают ни в чем не повинных украинских граждан. Военных, мирных и так далее. Просто давайте об этом не будем говорить. Не принято об этом говорить. Да, и было ощущение, конечно, некой эфемерности этого тихого столичного быта и существования мирного. Было ощущение, что реальность этим гноем и кровищей прорвет однажды этот пузырь и захлестнет это все. Потому что так не бывает. Когда в одну сторону ты поехал, у тебя Петербург и Гастробары, а в другую сторону ты поехал, на то же состояние, и там Харьков, и смерть, разрушение, и полгорода уничтожено, и люди под завалами гибнут. И то же самое расстояние. Просто ты едешь, ну, как бы, в Петербург, они как бы, ну, на север ты едешь, а не на юг, вот и все. То есть, повторюсь, я не хочу никого осуждать, и я право не имею никого осуждать, но происходят со страной нашей и с народом трагические события, которые не только снаружи нас меняют, но и изнутри очень сильно. И это в очень большой степени, это опыт приведения к состоянию животной покорности вот этого всего нашего за 30 лет вырывшего и сформировавшегося непоротого свободного поколения, которое жило, будучи предоставленным само себе и не испытывало давления идеологии и их формировалось, в общем, на вольных хлебах и на свежем воздухе. Теперь все это поколение ему напоминает о том, что такое страх, что такое ужас, напоминает ему о том, что такое принудительное обожание, напоминает ему о том, что государство имеет право каждого человека просто взять и сожрать. И все это мы проживаем впервые. Наверное, идеалист во мне говорил, ну как же так, неужели мы не ценим свободу, неужели мы не ценим свои собственные права, да неужели мы хотя бы не имеем достаточно как бы прозорливости, чтобы понять это и хотя бы себя и свою семью спасти. Но, видимо, на литературном материале никто не учится, а учатся только все на собственной шкуре. Дмитрий, спасибо огромное. Это был писатель Дмитрий Глуховский в эфире «Утреннего разворота». Мы продолжаем наш эфир. Лиза Лазерсон, Лиза Аникина здесь.